Я вас процитирую, вы написали «Погода на дворе промозглая, стоит гриппозная весна. Куда ты прешь, моя безмозглая, моя бесхозная страна?» Скажите, пожалуйста, а что происходит вообще с россиянами? Ведь есть очевидные какие-то вещи, есть государственные границы, есть договоры между странами, о территории, о ненападении и так далее. И вот пришли в чужой дом, отняли чужую территорию, посеяли смерть. 10 тысяч человек украинцев погибло за это время. 10 тысяч. Огромное количество раненых, огромное количество покалеченных, людей морально изуродованных. А российский народ этого не хочет видеть. Мало того, говорит, мало еще, дави их. Что происходит с россиянами? Ну, не есть российские, нет, но там дело очень. Там, конечно, имело место совершенно беспрецедентное по силе и по эффективности пропаганды. Такого просто не было никогда. При советской власти даже близко ничего похожего не было, потому что, ну, все, так сказать, все рассказывали, там, анекдоты про Брежнев, там, про Хрущева, в Курилках-то власти несли как могли. Значит, ну, были какие-то диссиденты, да, действительно, были. Вот. Но народ абсолютно равнодушен к этому относился. Вот. Здесь даже людям, прошедшим, в общем, вполне оппозиционным, всегда, так сказать, либерально настроенным, мыслящим, там, читавшим все, что угодно, если женистым, и все, вдруг это, значит, ну, это какой-то рак мозга вообще, понимаете? Это вбили в голову, и там 24 часа, значит, без перерыва тебе, значит, рассказывают про все эти кошмары. Показывают, значит, эти... Распятых младенцев. Младенцев, значит, непонятно, там же, если показывают кадры, там, из районов, где есть, ну, во-первых, непонятно, там же вообще непонятно, кто откуда стреляет, совершенно невозможно, если ты без такого комментария ведущего понять, что там происходит. Вот. Ну, кстати говоря, там вот мой товарищ, сосед мой даже по лестничной площадке, Сережа Лойко, мы с ним живем на одной площадке, там Москва, у меня 72-я квартира, у него 73-я, там написал замечательную эту книгу «Аэропорт». Вот. И... Ну, он такой, в общем, конечно, такой явно проукраинский такой человек. Вот. И... В общем... Вообще, на мой взгляд, вот колоссальная совершенно ошибка, ну, не ошибка, вернее... Ну, сначала ошибка. Значит, даже если, даже если, значит, провели этот референдум, так называемый... Я, кстати, почти уверен, что большинство крымчан, так сказать, выступало за... Подавляющее большинство. Да, да, это было бы... Это было объективно совершенно... Все стремились в Россию там, потому что, ну, вроде там, тоже российское телевидение смотрели, но ни в коем случае нельзя было присоединять эту территорию в состав России, вводить, потому что на земле достаточно большое количество непризнанных государств, которые, в принципе, там, Приднестровик, Северный Кипр, там, что-то еще, значит, как-то они там жизнь какая-то там теплится, что-то они там производят вообще. Но нельзя было это втягивать в Россию, потому что, во-первых, грубейшее нарушение было международное право. Да, там, международное право лишили, значит, если бы у украинцев была атомная бомба, едва ли бы на это решились. Но сначала, значит, эту атомную бомбу, значит, у них... Забрали. Забрали, да. После чего, ну, вот все это и произошло. И вообще, вот, мне кажется, вот, это была вообще безумная совершенно вся затея, потому что, ну, политик вообще делал такое, так сказать, там далеко не всегда торжествует, так сказать, нравственность, но даже какие-то захватнические войны бывают. Но все-таки в результате этого, вот, в истории, если страна какая-нибудь Англия или кто-нибудь там какие-нибудь грабили колонии, то, в общем, в итоге население, страна от этого богатела, то есть они этих несчастных негров, значит, там опускали, но пополнялась британская казна, строились дороги, развивалась промышленность, то есть британский просто, значит, подданный, что-то, ну, ощущал. Что-то имел. Что-то поимел, да, пускай даже неправедным образом. Здесь ни одна, значит, из задач есть, ну, это то, что выстрелить всех в колено абсолютно. Потому что НАТО, ну, вот, оно уже здесь, значит, со всем миром абсолютно, значит, перессорились, экономика падает, внутри закручиваются гайки дико совершенно, значит, население, ну, нещает, может быть, это сильно сказать, еще не нещает, но, по крайней мере... На пути. Уровень, да, уровень очень сильно упал, свернулась вся промышленность, валят все, значит, там все фирмы, уже кто могут, значит, из России уехали, Москва, значит, висит вся в объявлении, сдается, 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 значит, в аренду, цены упали на все. Я не могу там год продать свою квартиру в центре, потому что там... А хотите продать? Я хотел продать, да, в общем, ну, у нас есть просто заверный дом, и нам столько не нужно, вот, и, ну, невозможно, там никто не покупает, как мы не снижаем цену. Ну, короче говоря, ни одного плюса вот из этого, вот, малейшего плюсика не было, потому что... И так хорошо жили, и чего не хватало, да? Ну, жили очень нормально, да, Москва в свое время, вот эти 10 лет последних, просто она сочилась с жиром, там, там, это просто, это все, это была реклама наглая такая, значит, покупайте там все, значит, шикарные тачки, там, меня это раздражало, конечно, но все равно это люди, я наставил лучше жить, ездили за границу, там, все теперь это, все это гахнуло, и никаких, я, например, я не вижу в обозримом будущем каких-то, значит, там, точек роста, причем это судорожная политика какая-то, они только китайцы, бросаются к Китаю, значит, потом выясняется, что Китай, как бы, у них... Китай ненужный, да. ...не заинтересован, вот, то еще с кем-то, значит... Но простые, обдолбанные россияне, которые смотрят, поглощают это телевидение 24 часа в сутки, как вы говорите, но они же все равно, да, им стало хуже, но они говорят, зато Крым наш, зато Великая Россия, даешь, Россия вперед. Я думаю, вы знаете, я думаю, это будет, ну, это не моя идея, значит, и не моя форма, что все-таки в войне, значит, между телевизором и холодильником должен холодильник, в конце концов, убедить, потому что пока еще, пока еще какая-то инерция существует, уже цены сильные, так сказать, кусаются, вот, но еще какие-то запасы, еще какие-то откожные есть, но они непополняемы просто.